Последнее, что нам нужно обсудить, это, как обычно, лексический минимум к данному уроку и затем домашнее задание, точнее, разминочное упражнение к домашнему заданию. Лексический минимум удивительно минимален, так как много, видимо, сложного материала, то вам совсем мало слов решили дать. Во-первых, md, это m плюс d, очень легко запоминается, и не, но не, ни, и md вы уже знаете, поэтому md просто, просто знаете, что есть такое сочетание, сразу все запомните. И второе, presbuteros, это сравнительная форма прилагательного старый, суффикс ter, это суффикс типичный для сравнительных форм прилагательных. Нигде в учебнике это почему-то не сказано, хотя упоминаются сравнительные формы, ну, просто вот для себя отметьте, что если вы будете видеть прилагательный с суффиксом ter, то это сравнительная форма. Впрочем, в новозаветные времена сравнительные формы умирают, часто вместо сравнительной используются положительные, и сравнительные используются не всегда в сравнительном значении, поэтому такого систематического описания нет, но все-таки формально это слово обозначает более старый. От слова старый более старый. Но зачастую это слово употребляется не как сравнительное прилагательное, а употребляется в специальном значении старейшина. То есть вот определенный человек, даже если он не самый старый, или даже не очень старый, может в том или ином сообществе быть назначен старейшиной. Институт старейшин был в израильском народе, и потом этот институт заимствовал церковь, и в церкви тоже назначаются старейшины, но мы термин старейшина более старый, старейшина не используем. Мы зачастую просто используем произнесенное на русский манер это слово, пресбутерос, мы произносим как пресвитер, по-византийски немного произнеся новую, и таким образом обозначаем вот некую такую вот функцию, должность церкви человека, который ответственен за наставление и руководство. Ну вот, по аналогии с пресвитером, пресбутерос вы, конечно, легко запомните. Так что можно сказать, новых слов практически нет, но учите формы перечастий, антиэффектно в том числе, учите особенности употребления. А сейчас давайте мы глянем в разминочное упражнение, а потом остальными упражнениями вы свои знания закрепите. Итак, альфа. Хоисус эйпен, то есть пресбутерос, лукоси, то херон. Вот у нас это слово новое, и главное, у нас здесь есть перфектное причастие, видите, ле, лу, ко, си. Ле, двоение, лу, основа, к, образующая перфекта. А теперь оси, что здесь случилось? Сигма съела т, и это дательный падеж множественного числа. Ну и видите, то есть пресбутерос тоже в дательном падеже множественного числа, так что здесь есть согласование по роду числу падежу, с определяемым словом, как обычно. Иисус сказал старейшинам, разрушившим храм. Ну, я думаю, что это сочиненное предложение. Да, это сочиненное предложение. Ну, вот так вот, будьте аккуратны. Бета. КОЙ КАТАБЕБЕКОТЭС АПО ХЕРУСАЛОМУ. КАТА, приставка, БЕ, удвоение, БЕ, основа, КЕ, образующая перфекта, от суффикс, ЭЛЬС, падежное окончание именительного множественного. От глагола КАТАБАЙНА, спускаться. Здесь с артиклем, причастие субстантивированное, спустившиеся из Иерусалима. Спустившиеся из Иерусалима, да, вот, ну, здесь важно, да, вот, они спустились из Иерусалима, и вот они все еще здесь. ПЕ, удвоение, ПЕСТЕУ, основа, КЕ, образующая времени, от суффикс, АС, окончание именительного множественного. К УВЕРВАВШИМ, в него, ну, поверившим ему, если вы хотите дательные поддержки сохранить, или УВЕРВАВШИМ, русский язык требует в кого? К поверившиму, УВЕРВШИМ в него. Дельта, эстин, геграменон, эфагон, артун, экту, уранун. Смотрите, есть написанное. Гер, удвоение, грамм, основа, мен, суффикс, он. Окончание, поэтому есть написанное или просто написано. А помните, вот это вот описательное спряжение глагола иметь плюс причастие просто соответствует перфекту. Ну перфект, скажите на русский язык, страдательный перфект, мы переводим к кратким причастиям, поэтому просто можем сказать. Написано, эфаген, артун, экту, урану. Эфаген, корень фаг, это глагол с несколькими корнями, просто если вы его еще не запомнили, нужно запомнить. Эстио, это настоящее время. Эфагон, это аорис, в данном случае третий единственный, он съел хлеб с неба. Или он ел хлеб с неба. Аорис просто сообщает о факте, и по контексту подбираем хорошее звучание. Элеген, то, ке-кле-коти, аутон. Ке-удвоение, кле-основа. Кле-это основа от глагола калео. Мы в разных временах, и в перфекте, и в страдательном овосте это кле видели. И этот корень кле, он стал таким словообразующим. Экклесия, бараклетос, и так далее. Поэтому за счет тех слов корень кле хорошо запоминается. Но здесь перфектное перечастие ке-удвоение, кле-основа, ке-образующее времени, от суффикс и дательный падеж единственное число. Он говорил, дательный падеж кому? Призвавшим его. Зета. Геномену, сабату, аутос, эхетай эстон, сунагоган. Смотрите. Геномену, причастие в родительном падеже. Сабату, слово в родительном падеже. Поэтому это родительный, самостоятельный. Если бы мы пословно переводили, было бы что-то совершенно бессмысленное. Но увидев родительный, самостоятельный, мы добавляем слово когда. Глагол делаем личным. Слово в родительном падеже ставим в именительное. Когда настала суббота, он приходит в сенагогу. И последнее. Мы эйдотес тас графас, мы дэ тэн, ду намин тут ду. Эйдотес – это причастие от глагола ойда. Мы с вами чуть-чуть говорили. Это так называемый второй перфект. У него нет суффикса. И для ойда, да, ну это просто форму эйда нужно запомнить. Она в 50 с лишним раз встречается. Поэтому хорошо бы такое помнить. Где-то отдельно отметьте, заучите. Не зная писания не силы Божьей. Ойда знаю, в данном случае перфектное причастие от ойда. Ну ойда всегда перфекты, переводится как «настоящее время». Ну для знать это естественно. Когда-то узнал, сейчас знаю. И с причастием также. Не зная, да, вот когда-то узнал сейчас, не узнал и сейчас не знаю. Не зная писаний не силы Божьей. Ну что ж, собственно, это просто домашнее задание у вас последнее. Изучение причастий мы на этом заканчиваем. Немного непростая тема местами. Но вам два элемента. Во-первых, нужно запомнить вот эти суффиксы и способы образования причастий. Во-вторых, нужно запомнить две больших категории употребления. Обстоятельственное, переводимое непричастием. Адиктивное, переводимое причастием, играющее такие же ролики прилагательное. Запомнить специальные конструкции. Родительное и самостоятельное. Особенно запомните. Запомните, что в некоторых случаях, например, при выражении цели или с обсутствующего обстоятельства, или иногда условия, причастие не очень хорошо переводить. Просто причастием лучше каким-то обстоятельственным предаточным предложением. Ну вот это все усвоив, вы справитесь. В одном из учебников греческого языка написано, что кто освоил причастие, выучил греческий язык. Написал многоязычный автор, для него, видимо, причастие сложнее, чем для нас. У нас много родственного в языке. Но все-таки, да, и у нас есть определенные сложности, но у нас есть радости. Выучили причастие, почти знаете греческий. Благословения.